всем привет друзья с вами реальный басист и сегодня у нас на обзоре вот эта вот педаль которая тоже относится к категории гитарно-басовых синтезаторов это source audio c4 предоставлена она магазинам pedalzoo за что им огромнейшее спасибо эта педаль должен сказать что достаточно новая вышла она в этом 2019 году в продаже она уже есть это очень мощная крутая педаль это цифровой синтезатор с большим количеством настроек прямой конкурент boss s1 который я недавно обозревал собственно говоря давайте посмотрим что же эта педаль умеет ну и по традиции давайте начнем с внешнего осмотра педали посмотрим что у нее есть какие атрибуты и так сразу что бросается в глаза это два входа и два выхода и вот здесь я должен сказать очень интересно здесь реализована в этой педали работа с этими входами и выходами то есть по сути можно сконфигурировать внутри этой педали эти входы и выходы совершенно различными способами например можно использовать один вход и стерео выход либо один вход и два независимых выхода отправлять на два разных усилителя либо стерео вход стерео выход либо можно использовать два разных инструмента абсолютно независимо воткнуть их в два разных входа и снять сигнал с двух различных выходов и обрабатывать их одновременно абсолютно независимо друг у друга и по моему это очень круто дальше что касается крутилочек у нас вот эта крутилка собственно говоря input и sensitivity но это чувствительность по входу вот это вот выходная громкость и mix dry wet регулирует ну и control 1 control 2 они собственно говоря у нас регулируют те параметры которые мы назначаем в конкретном пресете вот на обратном на обратной панели у нас есть usb вход для подключения вашей педали компьютеру об этом я скажу позже также естественно вход питания midi вход на мини джеке и кнопочка которая переключает у нас режимы педали вот собственно говоря у нас в самой педали может храниться 6 пресетов при помощи вот этого переключателя они у нас переключаются то есть вот как здесь видно кружочек треугольчик и квадратик это у нас три пресета нажимаем вот как раз на эту кнопочку на задней панели и еще у нас будет доступны три пресета вот имплементация midi в этой педали очень крутая абсолютно полная можно ее синхронизировать с вашими рабочими станциями типа и болтон logic и так далее все параметры мапятся по миди все параметры управляются по миди педаль воспринимает midi clock по темпам по в общем по всему можно ее синхронизировать также как я сказал 6 физических пресетов у нас на самой педали находится но на самом деле эти пресеты мы имеем к ним доступ непосредственно при помощи вот этого переключателя и этой кнопки сзади вот если вы например подключите к этой педали midi контроллер или будете ну там например с вашего процессора управлять может быть при помощи midi хаба или напрямую с рабочей станции типа и болтон logic то вы сможете загрузить на эту педаль 128 пресетов и соответственно переключать эти 128 пресетов по миди прямо в реальном времени ну и давайте послушаем те шесть заводских пресетов которые у нас здесь есть первый пресет очевидно это октавер что делают кнопки control здесь у нас есть минус одна октава и минус две октавы вот собственно говоря эти крутилки control они как раз этот параметр регулирует вот это минус одна октава вот это минус две октавы а вот это они обе вместе сразу скажу что трекинг просто шикарный все все тречит замечательно не пропадают никакие ноты послушаем второй пресет а вот это а вот а вот а вот а вот а вот ну очевидно ручка control у нас отвечают за фильтр и за огибающую третий пресет ну а вот и должен сразу сказать что эта педаль полифоническая но не во всех пресетах она читает интервалы и аккорды вот например в первых трех пресетах интервалы аккорды она не читает Вот, не хочет кварту никак обрабатывать. Вполне нормально съедает и обрабатывает пятую струну. С флажилетами как-то хуже дела обстоят. Давайте послушаем пресет номер 4. Нажимаем кнопку. Она мигнула. И вот теперь у нас три красных пресета. Вот, собственно, этот пресет, он уже полифонический. Обрабатывает аккорды. Послушаем пятый пресет. Очень классный, жирный такой. С таким сабом. Ну и последний, шестой пресет заводской. Здесь эта ручка контролирует. Чувствительность огибающая. То есть он как бы чаще триггерится на мою ноту. А вот так реже. Вот это, собственно говоря, шесть заводских пресетов, которым у нас есть физический доступ без подключения внешних миди контроллеров. Ну а настоящая мощь и сила этой педали, конечно же, раскрывается при подключении внешних миди устройств. А также доступ к ее очень мощному и достаточно сложному звуковому движку можно получить, подключив эту педаль к компьютеру по USB при помощи вот гнезда, которые есть сзади, которые я показал в начале. И установив на ваш компьютер приложение, которое называется NeuroApp или NeuroDesktop. Такое же приложение существует и для iOS и Android устройств. И на самом деле даже удобнее использовать мобильные устройства. Вот в комплекте идет вот такой вот шнурок. Что мы делаем? Мы берем планшет, в данном случае Samsung, не реклама. Подключаем мини-джек в вход наушников. И на другом конце этого провода большой джек мы подключаем в input номер 2 нашей педали. Теперь вот у нас Source Audio NeuroApp установлен. Мы его открываем. И, собственно говоря, вот у нас здесь на главной странице движок как раз этой педали. Да, если мы выйдем с этой страницы, вот у нас, собственно, выбор всех педалей, которые производятся этой компанией. Их достаточно много. У меня вот есть очень классный басовый перегруз Aftershock. Я им уже давно пользуюсь. Вот. Ну, давайте не будем, так сказать, отвлекаться. Вот. Заходим в нашу педаль C4. И вот, собственно говоря, здесь у нас представлен достаточно сложный движок. Здесь у нас сверху есть input gain 1, input gain 2, output volume 1, output balance, да, то есть баланс. Мы можем конкретно каждый вход независимо откалибровать. Собственно говоря, вот у нас начало самого движка. У нас 4 осциллятора, да, voice, 4 голоса. Включаем вот таким вот образом. Вот у нас сейчас включен только один. Можно включить второй, можно включить третий. Значит, на каждый голос у нас здесь есть выбор входа, да, input 1 и так далее, да, стерео input, полифонический pitch, монофонический pitch, различные типы волн, которые он генерирует и так далее. Вот. Можем независимо уровень каждого голоса, панораму, тремоло отрегулировать, да. LFO 1, LFO 2 у нас влияет на каждый голос, да. Можем назначить LFO, да. Кто не знает, LFO это low frequency осциллятор, то есть низкочастотный осциллятор, который нужен для управления различными параметрами. Вот. Назначение LFO можем отправить на фильтр только, либо на выход, да, чтобы было тремоло, либо на фильтр и дисторшн. Дальше у нас есть два независимых дисторшна. Вот они тоже. Каждый независимо включается, выключается. Здесь у нас большое количество видов дисторшна. Как вы видите, такой легкий, умеренный, heavy and bassy, да, то есть тяжелый и басовитый. Sample Reducer, да, то есть sample rate уменьшает, октавный FUS, gated FUS, да. Ну и, в общем, большое количество различных вариантов дисторшна. Вот. Можно регулировать микс чистого и перегруженного сигнала, громкость. Вот. Дальше у нас идут фильтры. У нас здесь есть независимо два фильтра также. Большое количество выбора фильтров, да, то есть low pass двухпольный, трех, шестипольный, параллельные два low pass, notch фильтр, сочетание notch, notch, low pass, peak, notch, low pass, два параллельных low pass, четырехпольный low pass, low pass, peak и так далее. Вот сами видите, большое количество вариантов. Также есть фейзеры, есть квакушка, band pass фильтр. В общем, очень много всего. Можно также частоту непосредственно отстроить резонанс, Q это резонанс. Огибающая у нас фильтра здесь присутствует. Можно включить либо огибающую, либо LFO1, либо LFO2. Здесь у нас микшер. Можно два независимых микшера. Можно включить, можно выключить. Всего по два, как вы заметили, потому что у нас два входа, два выхода. Можно их смешивать, можно, как я уже говорил, их независимо обрабатывать. Собственно, вот destination, выход 1 only, да, то есть только выход 1, только выход 2, либо выход 1 плюс выход 2. Есть у нас две огибающие, которые тоже независимо настраиваются на вход. Типы огибающих. Смотрите, большое количество выбора. Быстрая атака, подстраиваемый дикей, быстрая атака, значит, широкий диапазон, подстраиваемая атака и дикей. Снепи, это значит, очень такой щелкающий, щелкающий, огибающий. Swell, это разбухание. ADSR, несколько вариантов ADSR. Вот slow attack, да, fast decay, медленная атака, быстрый дикей и так далее. Скорость, чувствительность, гейт. Затем у нас здесь есть встроенных два секвенсора с большим количеством пресетов, да, то есть можно октавами, можно различные вот здесь варианты ступеней. Также здесь у нас в секвенсорах задаются, можно задавать различные лады, в которые мы хотим создавать эти секвенции. Выбор ладов огромен. Вот фригийский, гамма фригийская, мажорная, минорная, увеличенная, уменьшенная, хроматическая и так далее. Вот, каждую ступень, у нас секвенсор состоит из 16 ступеней, каждую ступень можно независимо, вот у нас 16, можно меньше, да, от 2 до 16. Каждую ступень можно независимо задать ноту. Затем у нас выбор ЛФО, значит, выбор волн, большое количество волн, по сути все типы волн, синусоиды, треугольник, квадрат, пила такая, пила сякая, в общем, большое количество волн, скорость ЛФО. Потом, вот это вот очень клево, огибающая, которая влияет на скорость, да, чтобы у нас изменялась скорость ЛФО. Огибающая влияет на глубину модуляции, тоже очень круто. ЛФО фаза, то есть здесь 2 ЛФО, можно сдвигать по фазе каждое ЛФО. Вот здесь функция рестарт, первую огибающую на каждый триггер, да, на каждую ноту. И вот здесь соотношение скоростей ЛФО, да, ЛФО 2 равно ЛФО 1, ЛФО 2 в 2 раза быстрее, ЛФО 1 в 3 раза быстрее и так далее. То есть, как вы видите, здесь фантастически можно настраивать гибко эти звуки. Вот, ну, собственно говоря, здесь у нас BPM. Ноты деления, значит, временные ноты, то есть четверти, целые, половинки и так далее. Вот у нас здесь Pitch Detector. Тоже несколько есть настроек. Значит, можно выбрать вход, опять-таки, независимо, самую низкую ноту, которую он обрабатывает. Вот, например, семиструнная гитара, четырехструнная бас-гитара и так далее. Вот, самая высокая нота, режимы трекинга, быстрый трекинг, очень точный трекинг. Также можно настраивать здесь, достраивать различную гармонию. То есть, вот у нас, например, тональность Ля, 440 Гц, ионийский мажор, да, можно, опять-таки, большое количество ладов различных выбирать. Интервал он достраивает встроенный Pitch Shifter, да, вот здесь по умолчанию терция и квинта. Вот, и так далее. В общем, просто невероятно мощный и достаточно сложный звуковой движок здесь, который позволяет просто какие-то космические тембры создавать. Вот. Вот, дальше можно все это сохранять. Давайте мы сейчас отсюда выйдем. Вот, общие настройки еще, плюс ко всему, вот вы заходите в Options, и здесь у нас общие настройки, можно выбирать MIDI-канал, ну и куча всего, да, то есть все стандартные настройки касательно USB, MIDI, можно откалибровать педаль и так далее. Вот, можно, вот они, пресеты, вот мы заходим сюда во вкладку Burn, здесь у нас 6 заводских пресетов и пустые слоты для ваших пресетов, 128 слотов всего. Но, как я сказал, пресеты, только 6 у нас доступны физически при помощи переключателя, а все остальное при помощи внешних MIDI-контроллеров. Ну что ж, друзья, давайте заходим вот в эту вкладку Browse. Что у нас здесь есть? Здесь у нас есть вот вкладка Feed, которая устроена по принципу социальной сети, то есть, ну по принципу Facebook, да, то есть здесь достаточно большое сообщество людей, которое делает свои пресеты. Вы можете их фоловить, добавлять друзья и лайкать их пресеты, и они у вас здесь будут отображаться. Потом у нас здесь есть Library, это библиотека ваших собственных пресетов, есть вкладка Factory, то есть это, собственно говоря, заводские пресеты. Как переключать, да, то есть мы просто тыкаем пальцем, вот раз, все. Пресет уже у вас отправлен в педаль. Вот следующий. Кстати говоря, здесь вот есть также пресеты для другой педали этой же фирмы, этого же семейства, которое называется Spectrum Intelligent Filter. И на самом деле пресеты для этой педали также работают и подходят для Synta C4. Вот мы тыкаем пальцем в один из этих пресетов. Так что вот видите, вы даже не ограничены одной педалью, вы можете совершенно разные пресеты использовать. Вот, но самое интересное, это, конечно же, вкладка Community. Давайте в нее зайдем. Это вкладка, где сообщество поклонников фирмы Source Audio делится своими пресетами. Здесь просто тысячи пресетов. Они сделали вот эту вот как бы платформу для шеринга, для того, чтобы люди делились друг с другом своими наработками практически открытой площадкой для всех. То есть каждый человек может сюда зайти и загрузить какой-нибудь свой клевый пресет. И каждый человек его может совершенно бесплатно скачать. И это очень круто. В принципе, можно просто неделями сидеть и браузить, и смотреть, искать какие-то клевые пресеты. Даже в принципе, вам не обязательно разбираться самому, как работает движок звуковой этой педали. То есть вы можете просто ковырять чужие пресеты и сохранять их себе в пресет-лист. Как вы видите, здесь очень много делают плюс ко всему еще пометки. То есть, ну вот, например, третий сверху. Ensemble, Brass and Read. То есть человек, The Hook, написал здесь пометку, что sounds best in middle range of the bass guitar. То есть звучит лучше всего в среднем диапазоне бас-гитары. И также они помечают, значит, что делают вот эти вот ручки Ctrl-1, Ctrl-2. Ctrl-1 регулирует бас, Ctrl-2 верхние частоты. Вот, и, ну, например, вот этот же пользователь сделал следующий пресет. Organic Rock, да? Типа Synth, очень похожий на орган по звучанию. Вот. Ну, давайте просто сейчас совершенно случайным образом послушаем вот эти все пресеты. Ну, вот, например, вот этот пресет. Ну, вот этот орган-рок. Ну, вот этот орган-рок. Ну, вот этот орган-рок. Да, пресет называется Thriller. Я подумал, что, наверное, попытка сымитировать звук из нитой песни Майкла Джексона. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как вы понимаете, список этих пресетов просто бесконечен. Можно листать, листать и никогда не закончить это видео. Поэтому, собственно говоря, где-то я должен был прерваться. Что хочу сказать? Давайте поговорим о плюсах и минусах этой педали. Плюсы этого девайса, естественно, в уникальной гибкости его движка, уникально широких и глубоких возможностях саунд-дизайна этого движка. Можно создавать просто уникальные потрясающие тембры, очень интересные. И трекинг шикарный, и полифония есть. И, ну, в общем, все отлично в этом плане, да. Также большой плюс то, что можно создавать вот прямо пресет-листы и с телефона или с планшета моментально загружать эти пресеты. В принципе, это очень удобно. У меня есть процессор Eventide H9. Там тоже такая же система. Он подключается, правда, по Bluetooth к педали, а не через провод. И, собственно говоря, я прямо на концертах включаю нужные мне пресеты и просто тыкаю пальцем в нужный мне пресет на экране планшета. Это на самом деле удобно. Вот. И минусы, да, которые у этой педали есть. Это, конечно, сложность. Достаточно непросто разобраться в этом звуковом движке. Потом минус. Это, конечно, необходимость внешних устройств. Всегда здорово просто нажать кнопку, повернуть ручку и получить тот звук, который нам нужен, да. То есть идеальная педаль – это одна ручка, одна функция. Здесь у нас, ну, совершенно совсем другой подход. Вот. Это, конечно, не очень, да. Ну и плюс, если вы хотите иметь более шести пресетов на своей педали, вам нужно либо подключать планшет или телефон, либо вам нужно подключать какой-то MIDI-контроллер и так далее. То есть достаточно трудоемкий процесс создания всех этих пресетов. Пресет листов, контроля, переключения. В общем, все это не так просто. Вот. Что вам ближе решать вам? Напишите в комментариях. Собственно говоря, вопрос дня. Что, по вашему мнению, круче? С4 или Boss SY-1, который я ранее обозревал оба обзора у меня на канале теперь. Можете посмотреть, можете сравнить. И мне очень интересно ваше мнение, что же все-таки лучше. Обязательно, друзья, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, репостите видео в соцсетях. Нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих роликах. Подписывайтесь на мой SoundCloud и Instagram. То же самое название. Реальный басист. Real Bassist по-английски. Ну и, собственно говоря, увидимся, друзья. До скорых встреч. Пока.